Так, Homo coronios. Несколько лет мир поразила эпидемия коронавируса и апокалиптические настроения, что конец света близок, мы все умрем, они прям вот возродились и взбухли, вышли на новый уровень. Но, ежели посмотреть... То есть мы умрем. Ну, рано или поздно. Но все это издаля, с космического масштаба, то вот эти там пара лет эпидемии, это вообще ни о чем. Согласен, это мало. Более того, вряд ли все умрем, потому что коронавирус, он не такой уж и убийственный. Ну, то есть, ну, более того, с темпами размножения людей, там, и так далее, так далее, так далее, да, умирают слабые, выживают сильные, сильные, там, с генами своими, там, нагромождаются, если по биологии смотреть, да, да, ху. Если вирус не разъебывает все человечество, то есть, если это не какая-нибудь там испанка или еще что-нибудь посильнее, ну, вряд ли что-то будет. Коронавирус, он может быть и относительно жестокий по сравнению с другими инфекциями, вирусами. Но все же по отношению ко многим другим заболеваниям, он вполне, ну, ну, как бы жизнеспособен. Многие его очень легко переносят. По-моему, по-моему, в целом, это не самый смертоносный вирус, он даже не самый опасный. Мы сейчас живем, просто мы все обосрались в нашем 21 веке, мы такие, о, мы там победили кучу заболеваний, мы такие крутые, и вдруг, ху, такие, блядь, коронавирус. И вот у нас там Гагарин, ракеты, Марс полетели, еще что-то такое, и коронавирус, вот Гаскин, значит, нам жизнь портит. А потом это будет совершенно ни о чем. Это не отменяет того, что конкретные современные люди болеют и помирают. И им, наверное, это утешение слабенькое, что через 10 миллионов лет о них никто не вспомнит. Возникают мысли, действительно ли все так ужасно, или, может быть, еще мы поборемся и вымирать нам еще не пора. На самом деле эпидемии были всегда. Ну да. По крайней мере, с того момента, как люди стали жить большими сообществами, с нейритически... И пожестче, и были пожестче, прям вполне не так давно. То есть испанка действительно была жестче, судя по всему. Вот, испанки люди, ну, прям вообще дохли, нормальненько так. Так она еще и распространялась из-за Первой мировой войны. То есть из-за испанки умерло больше людей, чем из-за Первой мировой войны, ребят. Довольно такая неслабая штуковина. И это при том, что, ну, тогда немножко с медициной похуже было, чем сейчас. То есть сейчас у нас на каждого там человека больничка есть, и мы можем туда сходить, и нам могут помочь, и нам могут вентиляцию легких сделать, если что, и мы можем выжить, даже хоть и с осложнениями. Так это при том, что коронавирус иногда, ну, просто у людей проходит. Там полежал с температуркой, и все. А кто-то и без температурки может перенести коронавирус даже. Так что... Так что, когда стали сажать физическое зерно, пасти скот, людей стало много, и появилась среда для развития этих самых бактерий и вирусов. А к тому же, когда еще и развилась торговля, и люди стали бегать зад вперед, перемещаться по дорогам и заносить эту заразу куда-то вдаль, эпидемии приобрели глобальный характер. То есть, ладно, там, в неолите они поражали обычно какую-то ограниченную территорию, а вот в новое время приобрели практически общий мировой масштаб. Когда, например, была эпидемия сифилиса, выкосившая чуть ли не половину Европы, и еще аборигенное население Америки, Австралии, Азии, Африки и чего угодно еще. Если посмотреть биографии всяких деятелей 19 века, там, в кого нет книг, каждый умер от туберкулеза на самом деле. И таких эпидемий нам известны... Да, с туберкулезом очень много в художественной литературе всяких тем действительно связано, согласен, да. Великое множество. В автобиографиях многих писателей, авторов, которых я читал, и художников с туберкулезом вообще, ну, как бы, многие тесно повстречались. 20 века с ними стали бороться прямо-таки целенаправленно. Ну, при слову-то, там, испанка была, да, которая выкосила, как известно, больше, чем мировая война первая. Но тут подъехал новый уровень, подъехал медицины, стали делать прививки, стали делать вакцины, изобрели какие-никакие лекарства, и многие болезни удалось загнать под лавку. И ту же там чуму практически победили, холеру практически победили. И вот за вторую половину 20 века люди расслабились. Ну, два поколения достаточно, чтобы из памяти людей выветрились вот эти ужасы все. Ну, когда прямо вот трупкостья, в принципе, ну, с общим вот этим вот налетом рассуждений Дробышевского, я здесь с Акарией согласен, люди реально расслабились, люди разбаловались, и поэтому им так трудно воспринимать коронавирус. Они прямо, уууу, блядь, как страшно, ууу, как страшно-то с этим коронавирусом. Но на самом деле, на самом деле, можно было бы от этого страха более-менее как-то избавиться. Он здесь не вполне уместен на самом деле. Можно было бы и как-нибудь и повеселее, в общем-то. На улицах. Поэтому, когда в настоящее время нас хостит этот самый злобный коронавирус, у людей некоторая растерянность. Как же так? Прекратить это практически невозможно. Никто не хочет жить хуже, чем мы жили до этого. Да, тут еще из-за медиа усилилась паника, с одной стороны. С другой стороны, правительство не очень понимает, что делать, судя по всему. И иногда совершают слишком резкие шаги, иногда наоборот. То есть, само правительство паникует. И это тоже несколько нас всех немножко держит в напряжении. То там QR-коды, хуяр-коды, там полный локдаун всего вокруг вообще. Там, не знаю, анальное изнасилование всего в мире. При том, что некоторые средства, да, они нужны, скорее всего. Они полезны. Я не против масок, например. И даже частично вот что-то связанное с QR-кодами, ну, оно возможно. Ну, то есть, в принципе, можно не допускать людей до определенных мест. Ну, просто на самом деле видно панику. Особенно было видно панику, когда локдауны были вот в прошлом году, в 2020-м. Вот там вообще аддок был какой-то. Да, именно правительство начинает заебывать больше, чем корона. С другой стороны, их тоже можно понять. Но и с другой стороны, тут как бы видно, что они тоже такие, что, блядь, делать? Что происходит? Какого хуя вообще, да? То есть, паника государства, паника государственного аппарата, она и к людям постепенно переходит. И люди тоже не понимают, нахуя вакцинироваться, нахуя все это делать. Именно потому, что их еще и заставляют. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну и болеть тоже вроде как не ходить. Шадовая прическа, будто один из вариантов создания любого персонажа из РПГ. Есть такое. То, что отсутствие болезни, это было великое достижение имени медицины. Великое достижение антибиотиков, ну если это бактерии касается, и прививок вакцин, уже далеко не у всех в головах есть. И многие люди искренне считают, что отсутствие болезни, это как бы базовое состояние, это норма. Нет, мы не болеем, потому что сто лет прививались и лечились. А до этого еще тысячи лет помирали. Подписывайтесь на канал. Но из него вы узнаете много всего интересного. И может быть, эта подписка спасет вас в условиях будущего апокалипсиса. То есть до нынешних времен, то есть до 20 века, все решал естественный отбор. Чуть здоровье послабже, иммунитет похилее, тут же человек в гроб. А даже может быть и не в гроб, потому что гробы сколачивать некому, все померли. И оставались особо одаренные, особо устойчивые. У нас давным-давно уже, ну сто лет, по крайней мере, там, четыре поколения не было нормального отбора никакого, выживаются подряд. Прививаться, люди, не хотят. Тупо сейчас будет чебесятин, ребят. Готовы к чебесятине? Выживает сильнейший. Все, кто, все, кто, в общем, это должны сдохнуть. Ну вы знаете, чебесова, да? Все, кто, в общем, слабее, все, кто, в общем, слабее коронавируса, должны умереть, чтобы остались лучшие. Сейчас чебесятина пойдет, ладно, шучу. Котят упорно, и в голову им это не вобьешь. Вот есть апокалипсис, он же на то и глобальное явление. Это не просто там проблемка, а это прям глобальное проблемище. А выгоду будет лепетнейшего, типа, из-за ничего. Которая имеет шанс порушить всю цивилизацию. И в прошлом периодически цивилизации вот тряслись и косились из-за подобных проблем. Ну, те же там эпидемии какой-нибудь чумы, да, или там холеры. Они выкашивали целые города, и там огромное количество там и знаний было утеряно. Там, и весел всяких, и что только там не происходило. Но, утешает то, что гораздо большие эпидемии, они все-таки цивилизацию не порушили. То есть, при том, что вымирало до третье население от этих эпидемий, цивилизация как-то с этим справлялась, выходила на новый уровень, изобретала что-то новенькое. И наша цивилизация в немалой степени зиждется на преодолении проблем. И этот апокалипсис мы таки переживем. Ну, этот элемент апокалипсиса. А вот переживленный апокалипсис вообще, с этим есть большие вопросы. Ну, если Иисус Христос придет, вряд ли. Ладно, в прямом смысле. Не, ну, с коронавирусом пока что-то не выглядит ничего опасным. Ну, новые штаммы появляются, новые версии. Это, конечно, печально, но... Ну, да, что такое? Что такое? Ну, это обычное явление, на самом деле. Что ж тут поделать? Более того, даже если бы мы почти не лечились, многие бы люди выжили. Прямо вот очень многие выжили бы. То есть, коронавирус не самое опасное заболевание. Так скажем. Потому что... Единственное, что новое. И единственное, что вот приходится новую вакцину под него разрабатывать. И это довольно как-то вот муторно, довольно как бы небыстро. И люди как бы паникуют. В остальном? В остальном это не самая большая проблема человечества даже за последние 100 лет. И даже за последние лет 20, наверное, честно говоря. Ну, вот, может, медицинская одна из самых больших проблем. Ну, вот, по крайней мере, за последние лет 20, может быть. Но вот в чистом виде она не выглядит самой опасной проблемой за последние времена. Чтобы у нас были врачи, больницы, вакцины и все прочее, нам нужна цивилизация в глобальном смысле. А цивилизация... Ну да, СПИД существует, но по большей части со СПИДом неплохо, ну, как бы, взаимодействует. В том плане, ну, по крайней мере, на уровне ВИЧа. С ВИЧом неплохо взаимодействует. Как вы можете уже узнать, сейчас, в принципе, ВИЧ инфицированные довольно долго могут жить. Если предрасположенности, в общем-то, определенные у них есть. Браузер Омега пишет. Ну, пока только 2 миллиона с чем-то умерло всего лишь. Так от Испанки столько же умерло. Ну, браузер. Я... Я, правда, замечу, что это при условиях, что, ну, вот, хоть в Первой мировой войне не было тотальных там перелетов через все возможные страны. Ну, то есть, он не был так распространен, как сейчас. Тогда с транспортом было все же потуже, значительно потуже. И людей было поменьше. Сейчас людей на порядок больше, города на порядок больше, взаимодействий на порядок больше, чем раньше. И, в принципе, и в принципе, ну, вот за несколько лет мы сравнялись с Испанкой. При том, что масштабы мира, в принципе, выросли. И связи, что самое главное, углубились. Одновременно выросли и масштабы мира нашего, и одновременно мы более тесно друг с другом жить начали. А браузер пишет. Ну, Испанка закончилась, а коронавирус только набирает обороты. Ну, может быть, сейчас его победят. Скоро коронавирус, браузер. То есть, более того, понимаете, в чем дело от Испанки? Как я понимаю... Давайте, Испанка. Испанский гриф. Какова там была вероятность вообще умереть? Вопрос, мне интересно. Однако, научные источники оценивают летальность в 2,5%. Ну, знаете, нет, на самом деле тоже не очень высокая. Испанка, возможно. Вот Испанка сравнима с коронавирусом, возможно. Но у нас сейчас лучшая медицина. У нас сейчас просто медицина лучше на порядок, поэтому, может быть, и легче будет. Не ждем, а надеемся, как говорится. Да, надеемся. Скорее всего, ну, слушайте, сейчас вы спутничком привьетесь, и будет все хорошо, браузер. В глобальном смысле, держится на энергопотреблении, на все том же там нефтегазе и так далее, которые не бесконечны. И вот эти окружающие все вещи, то есть освещение ресурсов, перенаселение, загрязнение среды, они гораздо больше имеют значение. Ну, понятно, что коронавирус радости не добавляет. И опять же, либо мы выходим на новый уровень энергопотребления, строим какие-то там, не знаю, атомные электростанции с холодным синтезом, да, ну, каким-то чудесным образом там фотосинтезировать начинаем, либо мы тупо вымираем. Или мы деградируем в состоянии австралопитеков, и тогда коронавирус нам будет не страшен, потому что если мы деградируем, ну, на уровень хотя бы даже каменного века, этот коронавирус, он будет охватывать какие-то маленькие участки, но поскольку у нас не будет угля, чтобы заправить паровоз и доехать до соседней деревни, то эта деревня вымрет, а соседняя будет жить припеваючи. После апокалипсиса, возможно, несколько вариантов. Вариант глобальный, такой, что апокалипс приводит к деградации всего человечества вообще. Тогда у нас деградирует прямо все общества, и мы скатываемся, ну, в наилучшем случае. Ну, вот вообще зря ты про эту хуйню начинаешь говорить в контексте коронавируса, потому что, скорее всего, ничего подобного не произойдет и даже близко. То есть пока что даже об этом думать не приходится. Коронавирус не самая сильная инфекция, из-за которой может произойти что-то такое. ...на уровень раннего железного века. А, скорее всего, неолита. Будем жить в землянках, пользоваться каменными топорами. А, может быть, деградируем еще даже и дальше. Ну, дальше трудно будет, потому что для деградации на уровне обезьяны или, там, хотя бы, австралопитека нам нужна экологическая среда, в которой бы мы жили. А если мы ее уничтожим, у нас ее не будет, и деградирует, тогда мы не сможем. Нам придется все-таки как-то корячиться. Но уровни неолиты, что-то мы там сажать на этих помойках еще сможем. Но тогда эти общества оказываются разрозненные, изолированные. И начинается эпоха отдельных маленьких таких микрочеловечеств. Здесь у нас возникает одно микрочеловечество, здесь другое, здесь третье, здесь десятое. Но все примерно на одном уровне существования. Ну, как примерно было на планете, скажем, 7 тысяч лет назад. Когда кто-то уже более-менее цивилизованный, кто-то еще там с каменным топором бегает. Знания будут передаваться совершенно по-простецки, как это и происходило в древности. И сейчас в бесписьменных обществах происходит через обучение от отца к сыну, от матери к дочке. То есть вот так вот надо вязать сирок на крыс, которых мы ловим вот на той помойке. Вот так надо делать из вот этой арматуриной копьё, чтобы замочить вот ту бродячую собаку. Мы можем в таком режиме существовать. Чувак, кажется, фоллаут поиграл. Неожиданно, да? Чел нашел фоллаут, наконец-то. Классно. И так может быть до бесконечности. Не, ну просто даже если так подумать, Если просто так подумать. Если мы посмотрим на людей, которые уже привились или выжили, или что-то с ними там случилось. Всё. Всё, с ними всё хорошо уже, да, допустим. И даже если они в следующий раз заболеют, они переживут коронавирус, скорее всего. То есть всё равно их, оказывается, останется огромное количество. Эти люди вряд ли, ну, приведут общество к тотальной деградации. Знания и практики, они всё ещё остаются. Их никто не отменял. Инфраструктуру никто не отменял большую, в которой могут существовать люди. И вообще много чего никто не отменял. То есть как деградировать, куда деградировать? Из-за коронавируса именно, ну, это фэнтези пока. Вариант второй. Что цивилизация деградирует не глобально, а как бы кусками. И какие-то общества, они сейчас, прямо скажем, не самые цивилизованные. И они самые, кстати, устойчивые окажутся. То есть какие-то бушмены в Африке, да, они как жили, они вот этого коллапса даже и не заметят. И они как раз будут залогом будущего человечества. Вот, какие-то общества откатятся куда-то вдаль, и у них будет всё совсем плохо. Это, на самом деле, самые большие города. То есть вот эти все миллионы офисного планктона, сидящие в городах, вот они как раз в первую очередь пострадают и от коронавируса, и от загрязнения, и от нехватки еды. Потому что они зависят от холодильника, от какого-нибудь там своего этого электросамоката, от лампочек, которые с всех сторон светят, от компьютера. Вот компьютер выключил, ой, и что делать-то, да, как еду насущную добыть, непонятно. И вот эти вот супер-пупер цивилизованные общества пострадают больше всего. И вот для них апокалипсис будет прям убийственный совершенно. Поэтому езжайте все в деревню срочно. Но небольшие поселения... Да, езжайте все в деревню, чтобы с вами произошёл апокалипсис раньше. Условно там районы райцентра, села, деревни. Они не такие дикие, как бушмены в Калахаре. То есть всё-таки у них не каменные наконечники. И они могут там просто тяпкой железной вспахать это поле, замотыжить, и вырастить картошку. И в принципе они вот устойчивые. И они окажутся залогом выживания цивилизации вообще. Если это большой город, у него просто ресурсов не хватит на дальнейшее существование. А небольшое поселение, оно сохраняет оптимум. То есть у него достаточно ресурсов, чтобы вот эти там 100 тысяч, допустим, населения прокормить. И 100 тысяч населения достаточно, чтобы сохранять знания по разным областям науки, искусства, там чего-то ещё. Ну, всех спасёт пригород. Ну, кстати, ввиду того, что я живу в пригороде, причём не выхожу из дома практически вообще, и почти не контактирую даже со своими родаками, которые... Ну, там мама, например, она дом покидает регулярно у меня. Но вот я с ней очень редко контактирую. Даже косвенно редко контактирую. Даже мы редко трогаем одни и те же продукты, как бы, понимаете. И она всегда руки моет. То есть, соответственно, у меня шанс заразиться, он, в принципе, крайне мал. Я вообще с трудом себе представляю, как я мог бы заразиться. Прямо вот, чтобы, ну, наверняка. Так что... Так что я, в принципе, пока себя реально чувствую более-менее в безопасности. И чтобы, ну, более-менее развиваться и выдать что-то новенькое. Ну, а если они потом, ну, когда радиация на помойках спадёт, начнут сообщаться с другими такими же центрами цивилизации, может быть, это приведёт к новому подъёму цивилизации вообще. Нас ждут изменения. И, может быть, они будут нехорошие. Может быть, и даже практически неизбежно, это будет апокалипсис. Поэтому делитесь своим опытом катастроф, апокалипсисов, оставляйте комментарии. А нахуём всех пугает? Что это за хуйня вообще? Ну, то есть, в принципе, у нас пока нет никаких оснований полагать, что из-за коронавируса человечество вымрет. Ну, даже частично. Вот тут вообще нет. Пока что. Что за хуйня? Вернёмся к обсуждению это и других тем в следующих толках. Наша биология тоже меняется. Мы уже не зависим в своём выживании от своих физических каких-то качеств. То есть, мы там тощие, толстые, короткие, широкие, низкие, криворукие, слепые, как я, допустим. На наше выживание это уже не особо влияет. У нас медицина, всё прекрасно. И даже пандусы, ну, хоть и коряво, но более-менее сделаны. И поэтому у нас вот этот самый дестабилизирующий отбор приводит к расширению диапазона изменчивости. Привет, я не рад видеть. С одной стороны, это хорошо, потому что чем больше вариантов, тем больше возможностей для выживания. Но для вот этих 99%, которые умрут, это печально. Но, в принципе, это классика отбора в любой биологии. То есть, всегда и всюду все вымирают, а кто-то маленький остаётся. Ну, например, все млекопитающие, да, ну, судя по многим признакам, это производные буквально-таки одного вида. То есть, были там зверообразные рептилии, их там было много-много всяких разных. Вот, и один единственный вид, да, вот всех современных... Блин, вот этого чмоха. За чмоха наш предок, вы поняли? Все другие вымерли. Ну, и человечество то же самое. Ну, большая часть исчезнет, но биология поменяется непредсказуемо. Потому что вот в этом новом мире, в котором создаться, условия будут, как я уже сказал, совершенно какие-то невразумительные. Хоть хуйню нам показали, это наш предок, ребят, вот это я понимаю. Будет намного меньше кислорода, намного больше углекислого газа. То есть, это должно поменять наши легкие дыхательную систему. Может быть, кстати, выигрышными окажутся варианты высокогорные. Потому что у современных жителей Высокогорья есть биохимические системы, экономящие кислород. То же самое касается, например, мозга. Ну, например, у нас сейчас мозг нужен для решения насущных проблем. А поскольку проблем будет гораздо больше, может быть, люди резко поумнеют. А может быть, наоборот, поглупеют. Потому что в условиях, когда нехватка всего на свете и питания в том числе, а мозг это энергоемкий ресурс, если кто-то приспособится к какому-то простому способу добывания пищи, ну, не знаю, там, раскапывание, там, крыс из нор, допустим, ну, для этого много ума, в общем-то, не надо. Я склоняюсь вообще скорее ко второму варианту с деградацией, потому что разнообразие пищевых ресурсов что-то нам не светит. То есть, одно дело, когда это были астралопитейки, там, миллионы лет назад, когда они могли и какой-нибудь мед выковырять палками, и термитов выуживать палочками, и корешки выкапывать, и там каких-нибудь этих соблезубых тигров от добычи отгонять, еще что-нибудь такое. Вот там мозги пухли очень даже. На радиоактивной помойке там, ну, как бы живописно, но, как бы, с ресурсами это бедно. Поэтому, скорее всего, они будут специализироваться. А специализация – это путь к вымиранию, на самом деле. Специализация – это путь к уменьшению головного мозга человека. Наука – суть специализации, философия – суть наоборот. Поняли, ребят? Поняли, ребят? Философы круче ученых. То есть, если мы будем культивировать философию, согласно научным данным, ну, по крайней мере, данным, которые нас сейчас дал Дробышевский, мы будем увеличивать наш мозг. А если будем, короче, в науку топить, наоборот, уменьшать будем наш мозг. Запомнили? То же самое касается конечностей, например. То есть, исходно, наши ручки-ножки сделаны, чтобы лазать по деревьям и прыгать по веткам. Потом, соответственно, они переделали, чтобы бегать по земле. Ученые, философы больше, чем ученые. Поняли, ребят? Все. Наука подвела итог. Наука вынесла себе смертный приговор. На двух ногах руками что-то такое делают. А, опять же, на вот этой постапокалиптической помойке может быть, все будет и не так, потому что в руках, может, не так много чего надо носить. И обратно на четвереньки можем вернуться. Ну, из человеческого варианта уж трудно сделать, на самом деле. Ну, по каким-нибудь термотурам, там, лазать, там, в ахиации какой-нибудь. Запросто может быть. Но это, опять же, маловероятно. Вот, скорее всего, опять же, размеры тела уменьшатся, потому что большое существо потребляет, опять же, много энергии. И, как мы видим по планете, если у нас где-то среда с ограниченным... Зачем нам большой мозг, чтобы он был большой? ...количеством ресурсов, размеры тела уменьшаются. Будь то, там, какой-нибудь крайний север. Все вот наши северные народы, они довольно невысокие, как правило. Пигмии в Африке, пигмии на Филиппинах, пигмии на Новой Гвинеи, пигмии в Малайке, на Андаманских островах, там, в Северной Австралии, там, в Южной Америке, в Венесуэле... ...люди размером с кулак. У людей будущего, скорее всего, будут мелкие. Ну, а если он мелкий, мозгов тоже, может быть, у него там сократится. Ну, у современных пигмиев с мозгами все хорошо. Например, у хоббитов на Флорисе, это ископаемый вид людей, который жил где-то от миллиона лет назад до 50 тысяч лет назад, и размеры тела уменьшились, и мозги уменьшились. То есть туда прибыли миллион лет назад пятикантропы с размером мозга в килограмм, а закончились они 50 тысяч лет назад хоббитами с высотой метр, ну, от человеческого размера уменьшившись, да? Блин, нифига себе, мозг просто высох. Просто высох мозг. И с мозгами 400 грамм. Ну, у них на это ушло, ну, где-то поначалу там 200 тысяч лет, и потом еще там миллион. А у человека пока такого времени не было, но у нас все впереди. И когда вот эти популяции будут разобщены, и будут бегать по этим самым помойкам, то можно деградировать у этих самых хоббитов. Зубы, опять же, поменяются наверняка. У нас в ближайшее время по-любому исчезает третий маляр. Но если, например, задача будет разгрызать панцири там бронированных крыс, которые, допустим, забронируются от радиации, может быть, у нас зубы увеличатся. И в эволюции известны примеры, когда размеры челюстей зубов у наших предков росли. Парантропы, массивные австралопитеки, ну, 2 миллиона 700 тысяч лет назад стали катастрофически наращивать зубы. Но, правда, вымерли по итогу, потому что, опять же, среда поменялась, и специализация привела к вымиранию. И наши предки, непосредственные хомородельфинсисы, примерно в то же время, тоже на эту дорожку... Ребят, специализация ведет к вымиранию, поняли? ...вступали. И самые первые представители рода хома тоже имели вот такое лицо и вот такие зубы. Но они вырулили, потому что стали хищниками, стали пытаться мясом, а потом еще и орудия использовать, ну, параллельно, вернее, похожий огонь использовать. Но, правда, на все эти изменения, стоит помнить, нужны, конечно, многие сотни тысяч лет, а уж желательно даже и миллионы лет. Но в ближайшей перспективе, то есть, там, 200-300 лет, 1000 лет, внешний вид человека, скорее всего, конечно, не поменяется никак. То есть, скорость изменений для человека, это масштаб где-то, там, от 100 до 200-300 тысяч лет. Ну, так, чтобы новый вид появился. Но до сих пор эта эволюция шла довольно-таки плавненько и постепенно. То есть, там каких-то суперрывков-то, как правило, не было, потому что среда быстро не менялась. А теперь мы эту среду истребляем очень быстро. Ну, вот этот коронавирус, да, еще там, за два года уже, там, потряс всех. Ну, вот, а ежели это будет нарастать, и при нашей численности это может быть очень катастрофичное, эти скорости могут увеличиться. Но все равно это десятки тысяч лет по-любому, потому что у нас длина поколения 25 лет. Но длина поколения может сократиться, собственно, что бы помешало. Ставьте лайки. А если вы не согласны с вышесказанным, ставьте дизлайки. Но обязательно ставьте лайки-дизлайки, лайки ставьте побольше. Сам по себе вирус, это, как бы, условное существо, недоорганизм, который встраивается в наш геном и заставляет нашу клетку делать свои копии. Иногда бывает такое, что он по пути, когда он строился, уже мутирует, ну, мутации никто не отменял, становится неактивным, и через это могут возникнуть всякие полезные свойства, как, например, у нас плацента возникла, ну, плацентарных препятающих. А может возникнуть устойчивость к этому вирусу. Так что вирус в нас встраивается, и через некоторое время они превращаются в куски нашего генома. Более того, это даже способ классификации и воспреждения такой вот филогении ископаемых организмов. Когда мы смотрим, какие вот эти ископаемые вирусы встроены в людей, в шимпанзе, в маках, и смотрим, что у нас и шимпанзе там одинаковые вирусы, да, а вот у макак таких нету. Значит, этот вирус встроился после разделения макак и общих предков человека с шимпанзе. А есть такие вирусы, которые есть только у нас, но нет у шимпанзе. Значит, они встроились после того, как с шимпанзе мы уже разъехались. Другое дело, что вот эти встроенные вирусы чаще всего... Но только проблема может быть, что Господь Бог их встроил заранее, эти вирусы. Просто взял рандомно, ну как рандомно, каким-то образом по своим специфическим категориям взял, ну вы поняли. Блин, как на самом деле легко овнить все выводы эволюции, если вы просто берете и допускаете что-то сверхъестественное, что-то за пределами естественного. Но все как бы... У вас уже миллиард объяснений для всего есть. Вы овните. То есть то, что сейчас предложили, не единственный возможный вариант. Ну ладно. Дальше не функционирует никак. Но если этот вирус в процессе своей эволюции прыгал из организма в организм, а когда он делает свою копию, вот он встраивается в нашу ДНК и делает копию, он может прихватить в новое поколение вирусов кусочек нашего генома. Он встроился в летучую мышь, прихватил кусочек гена летучей мыши, встраивается в человека, сам дохнет. У нас есть ген летучей мыши. То есть это называется горизонтальный перенос. И, соответственно, вот этот вирус, ну и коронавирус в том числе, может потенциально к нам что-нибудь принести. Другое дело, что у высших организмов, а человек все-таки более-менее высший, вероятность того, что вот этот принесенный ген окажется работоспособный и функционально как бы нормальный, как бы адаптивный и не будет мешать всем другим генам, вероятность этого очень мала. Это не значит, что если мы заразимся коронавирусом от летучей мышцы, у нас там крылья вырастут. Ну как там в каких-нибудь этих комиксах идиотских там бывает. Да, в идиотских комиксах, да, так и бывает. А вот там его укусил паук, и он превратился в паука. Стал стрелять там паутины из ладони. Это бред абсолютный, потому что так это не работает. Но какие-то локальные штучки могут перейти. Обычно это касается каких-то тонких настроек биохимии. А может этот вирус впятится в какой-то рабочий ген и нам что-нибудь поломать. И не исключено, что в прошлом подобные события приводили к довольно большим перестройкам. Ну вот из последних открытий, например, показано, что исчезновение хвоста в немалой степени было вызвано, вероятно, одной единственной мутацией. Ну там, правда, это не с вирусами связано, но не суть важна. А может быть и наоборот. Например, у нас есть вот этот поломанный ген хвоста, который там обрезался. Но, допустим, вирус заражает макаку, хватает кусочек, которого нам тут не хватает, удачно впечивается в наш ген хвоста, и у человека вырастает хвост. Ну это, конечно, такая фантастика, вероятность этого, она там исчезающая никакая. Но на этом, в общем, строится генной инженерия. Но, учитывая, что у нас 8 миллиардов человек, а китайцы едят летучих мышей каждый день, и панголинов, и кого они там еще лопают, да, и не только китайцы, и не только летучих мышей, то в гигантских численностях вероятность маловероятных событий практически равна 100%. Эволюция идет неизбежно, эволюция не может не идти, и если какой-то вид живых организмов не вымирает, он становится другим видом живых организмов. То есть всегда, конечно, в эволюции есть финты ушами, и бывают такие живые ископаемые, которые не меняются реально сотни миллионов лет. Ну рекордсмен это щитинь, конечно, щитинь круче всех, потому что он 300 миллионов лет не меняется практически никак. Он просто крутой, щитинь бог. Щитинь вообще классный. Ну крокодилы еще есть всякие, крокодилы. Паука не буду есть. Приветствую вам, Блонберг. И мы меняемся. Мы видим это в палеонтологии, потому что у нас есть там кроманьонцы, какие-нибудь там... Не, ну крокодилы-то, наверное, менялись, но они все равно достаточно похожи на своих предков. Сапиенсы, всякие там гильдебрегенсисы, я не знаю, там ротезиенсисы, аппетикантропы, там, вплоть до каких-то пургатериусов, там, не знаю, до бактерий можно высчитывать. Вот, то есть у нас эволюция идет. Идет довольно-таки шустренько на самом деле. Поэтому мы неизбежно поменяемся. Причин для этого хватает. То есть коронавирус это одна из, и самая, может быть, даже незначительная. Но мы активнейше меняем окружающую среду, поэтому в этих новых условиях либо мы вымрем, либо мы станем другими. И мы станем другими. Я вымирать не хочу. И поэтому следующий вид, он будет какой-то новый. Вот станет ли он лучше нас, это большой вопрос. Для этого надо постараться. Мы не зря себя назвали homo sapiens. Поэтому чисто гипотетически мы должны сделать так, чтобы мы выжили, и чтобы новый, следующий вид был лучше нашего. Гарантии никакой нет. Эволюционная история и вся вот эта палеонтология. Евгеника! Ну вы поняли, ребята. Тонкий намек. Тонкий намек на Евгенику только что прошел. Мы должны, ребята, мы должны. Мы должны проводить Евгенику. Запомнили? Мы же умные. Мы должны Евгеникой заниматься. Все, окей. Засчитано. Показывает, что вероятность деградации очень даже немала. Ну или застывание в каком-то вот непонятном состоянии, а разумность это очень специфическая адаптация, она крайне редкостная, ну собственно на планете пока один раз появилась, ну вот, и нам надо бы ее сохранить, поэтому будьте умничками, развивайте свой интеллект, интеллект окружающих, не тупите по возможности, растите детишек умничками-разумничками, опять же, не мусорьте, не перерастуйте. Если ваши детишки растут не умничками-разумничками, то вам придется их убить, Евгеника, отбор, надо, не одобряю, вообще не одобряю, ужасно, по-моему намек такой, ну потому что, ну что может быть круче естественного отбора, хороший искусственный отбор, Ну то есть мы в принципе можем каких-нибудь генетических гигантов отбирать, у которых там иммунитет божественный, они сильные, красивые, высокие, и прически как у Шадова сейчас, приветствую, Фролл, и вообще, и вообще короче будет, только пока что кто-то, никто не реализовывает такие проекты, Дайте ресурсов, не ругайтесь матом, и тогда все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok